Здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать о писателях и поэтах Южного Урала, которые воевали на фронте и трудились в тылу во время Великой Отечественной войны. В этом году наша страна отметила один из самых больших и волнующих праздников – 75 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этот день, 9 мая, люди отдают дань любви и уважения воинам-освободителям, вспоминают тех, кто погиб, защищая мир от фашизма. В этой Великой Битве, определившей на многие годы вперед судьбы человечества, литература была равноправным участником. По горячим следам войны создавали свои произведения поэты и прозаики, надевшие военную форму. Писатели жили одной жизнью со сражающимся народом, мерзли в окопах, ходили в атаку, совершали подвиги, трудились в тылу и писали книги. На портале нашей библиотеки, в разделе «Краеведение» есть проект «Литературная карта Челябинской области». На нем есть писатели и поэта Южного Урала, которые воевали на фронте и трудились в тылу в Челябинске и Челябинской области. Это Михаил Львов, Герман Занадворов, Людмила Татьяничева, Анатолий Климов, Самойл Гершуни, Нина Кондратковская и многие другие. Сегодня я хочу вам рассказать о некоторых из них. Первый писатель – Михаил Давыдович Львов. Михаил Давыдович Львов воевал в составе Челябинской танковой бригады Уральского добровольческого танкового корпуса. Вел дневник боевых будней и публиковал его по частям в газете «Доброволец». Из действующей армии в газете «Челябинский рабочий» Михаил Львов регулярно посылал свои очерки и стихи. В 1944-м Михаилу Львову разрешили краткосрочную поездку на Южный Урал, чтобы выпустить сборник фронтовых стихов. В короткий срок, всего за 13 дней, сборник стихов «Дорога» был выпущен. Половина тиража была сразу же отправлена в посылках на фронт для земляков. В годы войны к творчеству Михаила Львова заинтересованно отнеслись классики из советской литературы, например, Тихонов, Эренбург и Бажов. По их рекомендации он был принят в Союз писателей СССР. Следующий писатель и публицист – Герман Леонидович Занадворов. Несмотря на инвалидность, стал фронтовым журналистом 5-й армии. После окружения попал в плен, а затем в лагерь, откуда его, полуживого, вызволила жена Мария Еремчук. В оккупации в родной деревне жены Вельховой Одесской области возглавлял подпольную организацию «Красная звезда». Жена была его верным помощником и соратником. 5 марта 1944 года по доносу предателя они были взяты полицаями и за селом расстреляны. Незадолго до гибели Герман Леонидович закопал во дворе ящик с рукопами 7 дневника. Найденный после войны дневник был опубликован под названием «Дневник расстрелянного» и стал ярким и эмоциональным документом страшной действительности, погружавший человека в атмосферу с горя, страха и ненависти к врагу. Следующая писательница и поэтесса – Людмила Константиновна Татьяничева. Для Людмилы Константиновны Татьяничевой магнитка стала родным домом, а во время Великой Отечественной войны она чувствовала свою причастность к трудовому подвигу металлургов магнитогорска. И она пишет об этом в своих стихах, новеллах и очерках. Стихи, которые я писала во время войны, были утверждением главной мысли – линия фронта проходит через каждое сердце. В 1944 году вышел мой первый сборник стихов «Верность». Ключевыми для периода войны стали новеллы «Тяжелые кирпичи», «Софья Марковна», «Участник войны» и другие. На посту директора областного книжного издательства Людмила Константиновна Татьяничева оказывала помощь молодым авторам в издании книг, например, Михаилу Львову, Борису Ручьеву и многим другим. Следующая писательница и поэтесса Юна Петровна Морец оставила свои детские воспоминания о годах, проведенных в эвакуации в Челябинске. Первое время ютились на чужой кухне, а потом всю войну жили в подвале дома на улице Елькина, недалеко от сегодняшнего проспекта Ленина. Он не сохранился. Позже Юна Морец напишет об этом жилье. «Всю войну я жила под землей, где хранили до войны мороженое. Мы согрели землю всей семьей, занимая место нам положенное. Мы любили этот погребок, печку там построили кирпичную, побелили стены, потолок, постелили крышу нетряпичную. Просыпалась я ночной порой, думала, что мы уже убитые». Почему книги о войне, как и 70 лет назад, так и сейчас, по-прежнему интересны? Потому, наверное, что на той Великой войне были наши деды, прадеды, отцы, и не чья-нибудь, а их кровь течет в наших жилах, и их память отзывается в нас. Заходите на литературную карту Челябинской области и знакомьтесь с авторами книг о войне. Спасибо за внимание! КОНЕЦ